Всем привет! В этом ролике я расскажу вам, как здороваться в разных уголках нашей планеты. В Тунисе здоровость на улице принято сначала поклониться, поднести правую руку к колбу, затем к губам, затем к сердцу. Смысл такого приветствия очень прост. Если подробно, то я думаю о тебе, я говорю о тебе и я тебя уважаю. Жители страны Тонго, расположенной на островах Тихого океана, при встрече со знакомыми, останавливаются на расстоянии, покачают головой, топают ногами и пощелкивают пальцами. Японцы при встрече кланяются. Эскимосы, приветствуя знакомого, слегка ударяют его кулаком по голове, а также по плечам. Жители Новой Гвинеи из племени Коэри здороваются, щекоча друг друга под подбородком. Представители африканского народа Акамба, живущего на юге Кении, в знак глубокого уважения, плюют на встречного. Жители Республики Замбии в Центральной Африке здороваясь хлопают в ладоши и делают реверансы. У гренландцев отсутствует формальное приветствие, но при встрече они обязательно произносят «хорошая погода». Батсави, небольшой стране на юге Африки, большую часть территории, которая занимает пустыня Калахари, традиционная национальная пула, переводится как «пожелание, пусть будет дождь». Считается, что рукопожатия появились еще в первобытные времена. Тогда, протягивая друг другу руки, люди показывали, что у них нет оружия и что они пришли с миром. По другой версии, рукопожатия возникли во времена рыцарских турниров. Когда поединок двух рыцарей затягивался и было ясно, что они равные по силе, противники подъезжали к друг другу для того, чтобы обсудить мирный исход поединка. Съехавшись, рыцари протягивали руки для рукопожатия и держали их так до конца переговоров, тем самым защищая себя от возможного коварства и обмана со стороны противника. Вот почему и сейчас рукопожатие распространено в основном среди мужчин.